Друг, а перед тем как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Подписчики просили и я решил сделать обзор на мой гараж. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Постоянно, на самом деле всегда одной из очень интересных тем являлась именно коллекция. Какие тачки есть? Потому что я помню по Симулятору 2 любили ролики заходить, когда мне просили личи покажи свой гараж, какие у тебя есть тачки. И по многим играм также. И сегодня, точнее сегодня утром, один из моих подписчиков я увидел сообщение о том, что он попросил показать мой гараж на МТА Провинции. Но я конечно же согласился, потому что действительно клево и прикольно на такое посмотреть. Поэтому вот такой вот, на самом деле, небольшой, скромненький гаражик. Моя вот такая коллекция, состоящая из трех тачек, которые у меня есть, которые я люблю и на них ездил. Начнем, наверное, с самой новой машины, которая у меня появилась совсем недавно. Это вот такая вот УАЗ Буханка. Да, она, как видите, реально исполнена в оперском стиле. Так, чуть-чуть тачки переспавню сейчас, потому что у них время спавна уже закончилось. И заново их заспавнил. Вот, самая новая, самая свежая тачка из всех, это у меня вот данный УАЗ Буханочка. Которую я сразу же сделал в оперский стиль. Кто смотрел ролик, ставу лайк, потому что совсем недавно это было. Я, короче, взял вот такую вот, сделал тонировочку ей полностью серые, вот такие вот максимально цвет и большие, огромные диски. Конечно же, все это дело я занизил и сделал максимально оперскую, жесткую УАЗ. Короче, когда я катаюсь на этой тачке по карте, многие вообще удивляются, ха-ха ловят. Максимально всем нравится. Я помню, я пол карты на них прокатал недавно. Это реально лайкос. И вот номера, кстати, на нее повесил, вот такие вот четенькие, ребят, можете заметить, В004. То есть крутые номера 004. Действительно прикольненькие, забавные номера. Они у меня были на приоре, но я приору продал, потому что в ней, ну, ничего такого толком-то и нету. Но я решил перевесить на УАЗ, как бы, чтобы ее места в коллекции было побольше и всякое такое. Дальше, следующая тачка, это Lancer 10. Тоже, я вот думал, продавать ее или нет, потому что она у меня была чисто черная в тонировке. Но я решил сделать ей редизайн и поменять тюнинг. И вот у меня, короче, получился вот такой вот автомобиль жесткий. Номера тоже прикольные. 1, 2, 3, САУ. То есть тоже четенько смотрится. Сделал, поставил ей большие новые огромные диски. Поставил вот такой, сделал ей цвет. Я не знаю, но он реально свежо и клево смотрится. И огромные диски с наклейками. Я еще, кстати, постоянно думаю, можешь поехать покрасить диски в какой-нибудь такой желтоватый цвет. Блин, мне кажется, еще будет лучше смотреться, как вы думаете. И вот так вот она исполнена. Как бы четкая тачка. Она очень быстрая. Я ее прокачал на максимум. Реально просто безумно жестко прет. Сейчас мы на всех прокатимся. И дальше такая вот старенькая BMW M3. Если я не ошибаюсь, или я забываю. Или это пятерка. Е-мое, старенькая такая вот бэха. Довольно-таки такая крутая. Тоже вот в таком вот бандитском стиле. То есть в ней особо ничего по внешке нету. То есть я ее решил сохранить в ее в таком строгом жестком стиле. И оставить вот такую реально бандитскую тачку. То есть затонировал ее полностью. Кроме лобового стекла. Чтобы как бы, ну, полицейские претензии какие-нибудь давали. Хотя на УАЗ Патриоте, ой, на Буханке у меня как бы лобаж затонирован. Но ладно, как бы в этом ничего такого нету. И таким вот образом тачка у меня исполнена. То есть диски оригинальные. Мне очень нравятся вот эти спицевые диски, которые есть на BMW. Я не захотел ставить никакие другие. Потому что, ну, они максимально четко смотрятся. Другие, я считаю, всегда вообще не нужны. И вот так вот исполнена тачка. Давайте попробуем прокатиться. На УАЗ Буханке. Блин, сейчас еще полицейские по-любому будут. Где-нибудь вот тут неподалеку. По-любому, я уверен. Вот как сядешь в тачку, по-любому сейчас что-нибудь будет. Поэтому давайте проверим сразу, штрафы есть или нету. А то еще скажут, о, братишка, у тебя штрафы. Так, штрафы мы погасили. Максимально быстро. И попробуем прокатиться. Покажу, что вообще себе эта тачка представляет. То есть, ну, она реально смотрится прикольно. Едет она, конечно, не максимум круто. Прям жестко. Но, ребят, посмотрите, как видно вообще ничего. О, кстати, хочу показать прикол. Пока не поехал никуда. Давайте вот тут припаркуемся. Потому что я хочу показать реально прикольчик. Смотрите, что у нее можно сделать. Когда стоишь от первого лица, тут можно, смотрите, что сделать, поднять сидение и посмотреть на мотор. Или я не знаю, что это такое, ребят. Напишите в комментариях, что это такое. Скажите мне. И вот так вот можно делать. Блин, это прикольно. Столько разных деталей. То есть, вот тут можно капот поднять. Вот такой вот, как бампер. Ё-моё. И ко мне подъехали. Да, я так и знал. И, собственно говоря, сейчас еще полицейские подошли. Вот это я понимаю. Да, прикол. Короче, полицейский докопался до меня. Сказал, что нельзя ставить тачки на тротуаре. Поэтому я его хочу дотолкать. И, блин, убрать его на тротуар. Потому что, как видите, все. Мы с гаичником вместе сейчас его толкаем. Ё-моё, какая-то суета. И все. Ну, короче, он сказал, что нельзя. На тротуаре мешает. Все. Я надеюсь, больше не мешает он. Вот. И вот такие вот блины. Вот. Короче, они мне мешают снимать. Блин, я теперь не знаю. Сейчас поеду только на этом УАЗе. И он до меня докопается. Ну, ладно. В любом случае. Давайте сейчас попробуем прокатиться на нем. Как бы вот тут, не знаю, по райончику. Немножко посмотрим. А как она, что вообще из себя представляет. Ну, тут они по-любому сейчас будут патрулировать райончик. Ну, прокатимся. Глянем, что она вообще из себя представляет. Поедем сейчас в другую сторону. Вот, к примеру, направо. Вот сюда. Лучше, наверное, надо было показать вам Ланцер сначала. Потому что они реально сейчас увидят тачку. Скажут, все, капец. Тудемо, судемо. Но едет он реально, в принципе, для буханки бодро. То есть там 150 вроде бы что-то такое дает. Четенько. Но, в принципе, что еще должна давать буханка? То есть, ну, в любом случае, реально очень интересная тачка. Выглядит прям на 100 из 10. На 100 из 100. И я вот вообще рад, что я ее купил. Поэтому давайте обратненько поставим ее на место. И припаркуем ее вот так замечательно. Так, давайте посмотрим респавн. И респавн. И поставим ее рядышком со всеми тачками. Вот, вот таким вот образом. Рядышком с остальными другими. Вот. И вот так красиво припаркуем. Колеса еще можно вот так и вывернуть. Ну, хотя, ладно, не надо выворачивать колеса. Все. Заглушили. С фары выключили. И посмотрим, что еще есть. Давайте прокатимся на ланцере. Покажу, как он вообще мчится. Я не знаю, даже... Ой, нет, 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 нет. Я хочу в ланцер сесть. Ну-ка. Открываем ланцер. И пробуем сесть в него. Почему-то он в тачку не садится. Е-мое, в чем проблема? Я почему-то не могу сесть. Может, потому что рядом буханка? Опа. Все. Отличненько. И теперь прокатимся. Покажу, что вообще себе может исполнить ланцер. Потому что тачка действительно бомбическая. Я ее максимально жестко прокачал. Она прет. Я, кстати, еще сделал красивый развал. Реально, тачка смотрится безумно жестко. Мне вот прям очень сильно нравится. И на ней кататься одно удовольствие. То есть, реально бомбическая супермашина. Вот. То есть, 200 на изи мы проезжаем. Без каких-либо проблем. Я думаю, что можно даже доехать. Ё-моё. Вот это я, конечно, нарушил чуть-чуть. Ну, ладненько. Надеюсь, никто не обидится на меня, что я так насуетился чуть-чуть. Но, как бы, окей. Давайте попробуем заехать, кстати, в покрасочную. И посмотреть, подойдут ли нам желтые диски. Ну, потому что я хочу покрасить. Короче, решил я перекрасить диски. Мне кажется, так смотрится намного лучше и красивее. Ну, то есть, реально, тачка зачет. Она и управляется, и ездит максимально быстро и четко. Но это Lancer 10 Evolution. Поэтому он реально прет. Плюс я его еще жестко максимально прокачал. Поэтому, ребята, это действительно максимально супер. Поэтому, пока я буду ехать до своего гаража, я бы хотел задать вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА провинция онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Просто скачай и реально попробуй. Я уверен, что тебе она абсолютно понравится, и ты захочешь в нее поиграть. А также, дорогие друзья, когда зайдете в игру, обязательно вводите мой промокод, который вам даст много денег. Нажимаете на буковку М, дальше открываете меню, там статистика и реферальная система. И вот сюда вводите мой промокод LICHITOP. Вот этот промокод вводите вот сюда. И у вас с легкостью вы сможете получить очень большие деньги. Прям на максимальные изи, дорогие друзья. Просто на изи. Это, я считаю, так нужно сделать. Поэтому, если что, ссылочка на игру в описании. Седьмой сервак. Заходите ко мне и играйте вместе. Потому что это действительно круто. Ну и, собственно говоря, третья тачка. Это BMW. Вот такая вот бандитская мощная машина. Которая действительно к себе привлекает внимание. Вот чисто классика такая вот жесткая. Но она реально мощная. Она, в принципе, и едет быстро. Но не так, конечно, как Lanz. Потому что, ну, как бы и старее, и движок не такой мощный. Но тоже, как бы, прет. Мама, не горюй. И поэтому на ней тоже может чисто так, ребят, похасанить, покататься. Навести суету прям жестко. Ну, тачка вообще в этом плане. Респект. Посмотрите, как она прет. 220 км в час. Ну-ка, теперь аккуратненько разворачиваемся. И едем обратно. Поэтому, вот такой вот получился обзор на мою коллекцию. На мой гараж. Если вам понравился ролик, обязательно пишите об этом в комментарии. Заходите на МТА провинцию. Буду рад видеть вас в игре. Потому что я люблю играть с подписчиками. Хочу, чтобы вы тоже со мной играли. Это будет действительно очень круто и жестко. Поэтому давайте, опять же, припаркуемся здесь рядом с этими тачками. И, собственно говоря, оставим их немножечко отдохнуть. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч. Бегом заходите на МТА провинцию.